Добрый вечер! И мы снова говорим о нашем городском хозяйстве и говорим об основных моментах, которые у нас были в городском хозяйстве на этой неделе. И также о тех это перспективах, которые нас ждут. Хотелось бы начать с высадки зеленых насаждений. Сейчас действительно очень много информации, очень много новостей по этому поводу. Ну, высадка тысячи белых акаций, также высадка новых зеленых насаждений в городе. Это и понятно, потому что сейчас это как раз сезон, период высадки. Потому что если сейчас высадить зеленые насаждения в деревья и кустарники, то они спокойно укоренятся и уже заснут до весны. Поэтому сейчас как раз это период активной высадки. Что же мы делаем в этом направлении? О белых акациях мы уже говорили, но не только белыми акациями занимаемся мы. Сейчас активно мы высаживаем так называемую зеленую изгородь. Это кусты берючины на Адмиральском и на Толбухенном. Мы собираемся высадить, это порядка пяти тысяч кустов, уже высадили больше, чем полторы тысячи. И буквально за пару недель эта зеленая изгородь уже будет высажена полностью. И в будущем году, я думаю, все одесситы смогут оценить, как и насколько хорошо у нас это получилось. Также мы активно занимаемся въездами в город. Ворота города, это безусловно лицо города, лицо города-миллионника. Поэтому сейчас мы активно занимаемся не только высадкой кустарников, а высаживаем мы там, это 8 тысяч, это кустов спиреевангута, это только со стороны двух столбов. Также мы занимаемся высадкой деревьев и высадкой это кустов жасмина. Действительно, заезжая в Одессу, люди будут попадать, гости города, жители города будут попадать в зеленые тоннели. Ну и помимо этого, безусловно, мы меняем наружное освещение. Более двух сотен это светоточек были отремонтированы и заменены. Также наносится новая разметка и действительно, заезжая в город, вид будет совсем иной. Даже со стороны заезда в Киев, с Киевом мы установили якорь сердца, я тоже думаю, многие одесситы это заметили. Также хотелось бы отметить, что уже наконец-то, как и обещали мы, в октябре месяце, хоть и не в начале, в середине, а в конце октября, но тем не менее в октябре, мы уже получили все сертификаты на наши электробусы и уже начал свою работу маршрут электробуса. Получил он номер 15 и мы смело можем сказать, что на улицу Балковскую мы наконец-таки вернули электротранспорт. Да, пока интервалы достаточно большие, потому что не так много машин, там подвижного состава пока не хватает, но в течение этого года мы выпустим еще один электробус и в будущем году мы добавим порядка 6-7 единиц, и это даст нам уже возможность получить интервал 5-7 минутный интервал между машинами, что вполне будет конкурентно с частными переводчиками. И я уверен, что жители города достойно оценят новый маршрут электротранспортом по улице Балковской. Ну и на завершение хотелось бы сказать, что мы уже начинаем отопительный сезон. Как я говорил, полностью все системы готовы, испытания все проведены. С 1 ноября стартовал отопительный сезон, сейчас уже работают водонагревные котлы, то есть поддерживается необходимая температура в системе, и по мере того, как будет опускаться температура воздуха, мы будем увеличивать температуру воды в системах. Могу смело сказать, что отопительный сезон в Одессе начался достаточно спокойно в этом году. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и говорим о нашем городском хозяйстве. До новых встреч!